Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. На Доме-2 открылась школа актерского мастерства. В течение трех месяцев из участников будут делать актеров. Самый талантливый снимется затем в фильме Дмитрия Астрахана. А наставниками будут профессионалы своего дела. Это Алексей Секирин, Саид Ник Матуллин и преподаватель по танцам Наталья Бичан. На проекте появилась новая пара. О начале своих отношений объявили Денис Козлович и новенькая Алена. Руслана Мишина призналась, что у них в отношениях с Алексом Гулиевым не все так радостно, как ей того хотелось. Как только они получили свое жилье, их жизнь стала скучна и однообразна. Руслана пишет, если раньше до заселения были поцелуи, общение, страсть, то теперь в совместном быту всего этого нет. Увы, Алекс общается, но только не со мной, а с девушками и со своим телефоном. Это невыносимо. Колян Должанский рад, конечно же, этому. Он надеется, что Руслана все-таки поймет, насколько он был хорош. Колян Должанский после расставания с Русланой не скучает. Он опубликовал совместный снимок с Катей Богдановой и подписал, что всю ночь провели вместе. От Кати Король ушел Саша Моисеев. Оказалось, он все это время обманывал ее. Как вы помните, он уехал на выходной и в тот же день в соцсетях появился пост о том, как он скучает по своей бывшей девушке Ксюше. Встревоженная Катя позвонила ему, чтобы выяснить ситуацию, а в ответ Саша отмазался, сказал, что его аккаунт был взломан. Когда Моисеев вернулся на поляну, он все-таки признался, что до сих пор не может забыть свою бывшую девушку Ксюшу. И в тот же день он сам покинул проект. Катя, конечно же, очень расстроилась. В очередной раз ею воспользовались. Но, тем не менее, она не говорит о нем плохих слов. Наоборот, она пишет, Саша порядочный, надежный и добрый. Я благодарна за каждую минуту, проведенную с ним. Элла Суханова, которая отдыхала в теплых краях одна, без своего будущего мужа Игоря Трегубенко, вернулась. К прилету ее ждал сюрприз от Игоря в честь 8 марта. Это ювелирное изделие из белого золота с черными и белыми бриллиантами. А на острове Андрей Чуев приготовил очередной романтик для Марины Африкантовой и ее мамы. Он организовал им прогулку на яфте. Они все вместе собрались на судне, купались, загорали. Но им не пришлось долго радоваться. Внезапно, прямо со свидания, никого не предупреждая, Андрей исчез. И, как оказалось, он улетел в Дубай к своей бывшей жене и дочке. Эту информацию Марина узнала из письма, которое написал сам Андрей. Также он написал, что не может больше жить с мамой Мариной, она все время вмешивается в их отношения. Если Марина хочет, она может прилететь к нему в Дубай, но одна. Марина, конечно же, летит за Чуевым, но вместе с мамой. А чтобы на острове было кому строить любовь, туда влетает Тимур Гарафуддинов. Берет он с собой Кристину Лисковец. Тимур заявляет, что между ними ничего не будет. Они полетят в тропике исключительно в статусе хороших приятелей, так как его сердце и по сей день принадлежит только Александре Харитоновой. Как вы помните, у Саши Задойного, помимо младшей дочки Саши, есть еще ребенок от бывшей жены, 8-летняя Настя. Он привез на праздники старшую дочь к себе в гости. Девочки подружились. Элина Камерена публиковала снимок двух девочек в своем микроблоге. Это сейчас Элина поощряет встречи сводных сестер, а раньше она очень ревновала своего избранника к его дочери от первого брака, потому что он уделял много времени девочке и тратил на нее много денег. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!